Друзья, приветствую вас на канале Колбы Челябинск. Сегодня у нас знакомство с дымогенератором для холодного копчения Меркель. Чтобы его проверить в полной мере я приехал в сад. Будем сегодня коптить. Сейчас я покажу из чего, что представляет из себя этот дымогенератор. А перед тем, как это сделать, я налью себе немножечко вдохновения. Все-таки сад, природа, предпраздничный день. Все соседи гуляют. Тишины найти очень сложно. Кстати, это Сидор, который в двадцатом ролике был розлит, последний. 10 июня запись там была. Я пробовал бутылку, которая мне не понравилась. Она была последняя розлита. И соответственно, там были дрожжи, очень много дрожжей. Андрей, мой партнер, рекомендовал мне попробовать те бутылки, которые были чистые. Сказал, что там абсолютно другой вкус, аромат. Пробуем. Ну да, то аромата и вкуса, про который я говорил, гнильцы нет. Но все равно есть какой-то там отдаленный аромат затхлости. Может быть я слишком что-то сильно чувствую, слишком много чувствую. Много лишнего, может быть, чувствую. Ну, пока отодвинем в сторону и приступим к тому, зачем мы сегодня здесь собрались. Коробочка небольшая, перевозить ее не составило никакой сложности. Нож в сторонку. Первое, что бросается в глаза, это комплект документов. Талон на сервисный гарантийный ремонт. Гарантийные обязательства. Инструкция по эксплуатации дымогенератора. И лучшие рецепты мира. Холодное копчение. Прям лучшие рецепты. С ними я ознакомлюсь позже. Пока посмотрим сам дымогенератор. Очень большое количество пупырышков. Так, что я тут вижу? А что я тут вижу? Похоже, это зажигалка. Рабочая. Зелененькая, яркая такая, не потеряешь. Шланг. Судя по всему, не понимаю, ПВХ или силикон на РПВХ. Плотно слишком. И тройничок. Так, далее. Далее я вижу, судя по всему, насос. Суперпамп. СП. С как доллар. 780. Что у нее тут по мощностям? Ну, написано, что нарисован в бассейне этот аквариум и пузырьки. Ну, соответственно, насос аквариум. Аквариумный. Собственно, вот он насос. Компрессор. Здесь есть регулятор. Видимо, вкл и выкл. Регулятора мощности я не вижу. То есть, отрегулировать подачу не удастся получается. Интересно. 220 китайский и переходник. Так. Две упаковки щипы. Ну и сам, сам дымогенератор. Здесь пометочка, что это идет NEW. Новый какой-то. Но в магазине колба он появился впервые. Соответственно, у нас уже сразу он новый со всеми доработками. Вот как это выглядит. Пупырышки в сторонку. Будем смотреть, из чего же состоит этот дымогенератор. Поддон. Крышка отвалилась. Так, но этот поддон он получат для того, чтобы чистить емкость. С этой стороны емкости, если вам видно, трубка, через которую поступает дым и снизу прорези идут. Вот с вашей стороны, то есть прорези идут. С верхней стороны крышка. Крышка, кстати, деревянная. В принципе, тут нет такой температуры, чтобы эта крышка загорелась или что-то подобное. Но от отожогов, эта тема, кстати, интересная тема. Дерианная крышка. О, тут еще что-то интересное. Трубка с кусочком шланга обрезанным. Вот здесь очень похоже на самогонный аппарат. Тарельчатая колонна практически. Но я так понимаю, с учетом того, что дым поступает снизу, поднимается вверх и выходит через эту трубку, это, скорее всего, для, чтобы, ну, всю эту шнягу, которая черная, осаживается, которая нам не нужна в пищу. Ну, то есть, это, получается, охладитель и фильтр. Два в одном. А, ну, тут и клапан есть. Ну, не клапан, а одна-вторая резьба и заглушка на одну-вторую резьбу, что это стекает. С этот конденсат, чтобы стек. Этот вариант у нас получается оптимум, да, Меркель оптимум. А он рассчитан на копчение до 8 часов, эта емкость. Я уже знаю, что она 100 миллиметров в диаметре. Большинство водосточных труб, даже вот у меня в саду смотрю, примерно такого же диаметра. Наверное, можно нарастить, но мы это проверим позже. Но сейчас будем думать, что коптить. А вот и моя коптильная камера. Вот такой вот здоровый, огромный ящик. Кстати, от плиты MyPlate, которая на 3,5 киловатта, две штуки сюда помещаются. Ящик очень крепкий, надежный. Уже поместилось 3 шампура с салом. Это сало я готовил заранее, даже не знал, что буду его коптить. Заранее настолько, что я достал просто из морозилки все вот эти кусочки. Кусочки небольшие, поэтому, в принципе, в качестве сала я уверен, готовил его для себя сам. Сухой посол. Сейчас его вывесим. Вот, уже вывесил его. Сейчас вывешу следующие ингредиенты, вам покажу. Вывешу его для того, чтобы обветриться, для того, чтобы не было даже следов жидкости. Буду еще промакивать, скорее всего, бумажным полотенцем. Ну, собственно, сейчас повешу второй ингредиент, который буду коптить сегодня и вам покажу. Ну, вот, я развесил еще один ингредиент. Это сыровяленое мясо моего собственного изготовления. Хранилось в вакуумной упаковке. После изготовления уже месяца 2, наверное, может быть, и 3 уже хранится. Пришил пожертвовать его для копчения. Слева направо. Раз, два, три, четыре. Это грудки куриные маленькие. Потом идет свиной окорок, кусочек. И свиная вырезка, кусочек. Все делалось по одной и той же технологии, с одними и теми же специями. То есть, в принципе, оно готовое, проверенное уже не на одном торжестве. Вполне на столб заходит. Может быть, когда-то поделюсь рецептом с вами. И сейчас добавим третий, окончательный ингредиент. А ингредиентом номер три будет вот этот сырок с сулугуни. 200 грамм, третий шарик, небольшой. Сейчас его повесим. Ну вот, повесили сырок. Надеюсь, что ничего не отвалится. Для того, чтобы шампура не выпадали, я приделал сюда прищепки. Надеюсь, что это поможет. Сейчас поставим куда-нибудь на ветреное место. Откроем ту стенку заднюю. И часа полтора-два пускай обветривается. Ну вот, примерно так создается вентиляция. Ветер кончился, но тут вроде сквознячок есть. Пускай повисит. Мух нет. Мы на крыльце на втором этаже. Поэтому пусть обдувается. А пока почитаю рецепты. Вот такую конструкцию я собрал. Собрал ее возле бани. Чтобы вот в то окошко никому не тянуло воздух. Видите, черную трубу я ее вывел к соседям. Сегодня их нет, поэтому пусть дымит. Дымогенератор установил в нижнюю точку ящика. Собрал насос. Подключил к электричеству и понял, что если мы включаем насос, он уже сразу работает. А переключатель либо сильно, как сейчас, либо слабо дует. Подключаем насос через тройник. Ну вот эта вот линия. То есть она длинная. Включаем ее сюда. Подача воздуха вовнутрь. Сюда я засыпал щеку, которая была в комплекте. У нас еще есть щепа. Целых пять упаковок колбасских. Вот таких. И мы сейчас попробуем ее разжечь. Включили подачу воздуха на полную мощность. Используем ту зажигалку, которая в комплекте. Попробуем поджечь щепу. Не знаю, насколько долго нужно зажигалку держать. Ну, щепа вроде бы уже тянет. Прошло всего лишь несколько секунд. Сейчас она, скорее всего, будет разгораться. Посмотрим, сколько времени на это уйдет. И уже с первого раза видите, что там все прекрасно горит. Дым идет. Кстати говоря, вот он, дым идет. Ну, походу, дым идет внаружу. Сейчас будем чем-то пробивать эти все дырки. Ну, хотя, в принципе, уже из трубы дым пошел. Уже отовсюду дым пошел. Я думаю, что нам этого будет достаточно для тренировочного процесса. Вон, изо всех щелей дым пошел. Не будем же мы все это герметизировать. Зачем нам это надо? Дым разгорелся. Сейчас поставим-ка мы его сразу на обычный режим. И пусть он спокойно-спокойно работает. Сейчас до темноты как раз, я думаю, что половина прогорит. И на всю оставшуюся ночь мы досыпем и посмотрим, что получится. Подумалось, что не открыть. Откроем давайте емкость. И посмотрим, какой там полотность дыма. И испугаемся. Как думаете, этого будет достаточно для копчения? Мне кажется, этого будет достаточно для полного умирания. Дышать-то нечем. Концентрация, прямо, хороша. Почему-то мне кажется, что я даже закрывать ее не буду до конца. Пусть она дымит. Да. Прошло 12 часов. Вот такая вот красота получилась. Особенно по сыру это видно. Сыр был белый абсолютно. Вся коробка в конденсате внизу. Цвет интересный. Сейчас пару часов отдохнет. Повисит вот так, обветрится. И потом будем убрать в холодильник, пробовать. А тем временем, пока мясо у нас обветривается и висит, сушится, чистим оборудование. Я уже, как видите, почистил. Вот они все были тарелочки такого цвета, как нижняя. Уже почистил. Запаситесь обязательно кисточкой. Это удобнее, чем руками мыть. Ну и у нас головная фракция, головы. Оборудование надо отмывать. Смолы очень много. Смола вся уходит туда, в отбор. И чтобы дальше ее не было, нужно отмывать обязательно. Не у всех есть головные фракции, поэтому думаю, с легкостью здесь можно использовать очиститель карбюратора, тот же спрей какой-нибудь, например. Или в аптеке купить димексид. Димексид вообще отлично смывает все отложения. Я в следующий раз, кстати, попробую димексидом помыть. Им должно быть намного проще и легче. Ну, видя результаты того, что получилось у нас. Вот такая вот красотища. на этом на этом, я думаю, можно подвести финишную черту. А, хотя же надо еще продегустировать. Надо еще покушать. Забыл совсем. Вот такой вот у нас натюрморт перед дегустацией. Вот тарелочка с сальцом. Ну и тут у нас деликатесы, можно так сказать. Не знаю, по мне так выглядит очень хорошо. Очень красиво. Ну, наверное, вкусно. Ну вот. Прошло около трех часов. Два часа мяса висело в той коробке, в самой. Потом я его выложил на блюдо. И еще где-то часа полтора, наверное, оно просто лежало на столе, на ветру. Обветрилось, проветрилось. В холодильник не ложил. Конечно, я понимаю, что правильно было бы его сейчас убрать там в пакет, положить в холодильник и пробовать его только завтра. Ну, извините, но нет у меня времени до завтра. Завтра уже пора приступать к съемкам по соку из концентратов, вернее. Различные напитки будем начинать делать. Если вы видите, мы уже тут надегустировали. В принципе, видно по тарелке, что ее меньше стало, как минимум, на четверть. Хочу вот эту тарелку я не трогал вообще. То есть, те сыровяленые грудки, сыровяленую вырезку и сыровяленый окорок я не трогал. сыр, естественно, видно, что я его не трогал. Сейчас один из самых таких, у меня же слюнки потекли, один из самых ароматных, таких, вернее, как ароматных, красивых кусочков, где есть и сало, и мясо, разрежу пополам. Вот так это выглядит. Кому надо увеличить, посмотрит. А я сейчас отрежу кусочек он такой вот кусочек, такой вот красивый, он толщиной получился миллиметра четыре, но он прям просвечивается реально. Копченость, аромат внутри, даже за счет того, что он в серединке, но видимо, прям просвечивается. Вам может быть не видно, но я вижу, что прям на просвет очень красивый кусочек, а еще и копченость. Без комментариев, это просто вкусно. не буду разрезать этот кусок, завакуумирую его, оставлю для какого-нибудь семейного торжества. Грудки тоже не вижу необходимости показывать, они даже вот при такой толщине просвечиваются практически. Грудки очень красивые. Разрежу сырок, покажу его вам, что из него получилось. Вот даже внутри копченым пахнет. Он двумя шампурами был проткнут. И вот даже внутри он пахнет очень вкусно и очень ароматно. я думаю, что сегодня кто будет присутствовать при поедании всего вот этого дела, будет очень доволен. Многие из вас скажут, что это не еда, это закуска. И я хочу это подтвердить. Впервые на нашем канале употребление прозрачных жидкостей. Ваше здоровье! закусим это дело сырком. Это была не вода. Красота! Ребят, природа, правильные напитки, правильная закуска, качественно сделана своими руками. Это вкусно! Без комментариев подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик под видео, и вы всегда будете вовремя смотреть свежие видосы наши. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. А если вам не понравилось видео с вот этими вкусностями, тогда пишите просто там веган или еще что-то. Ждем от вас комментариев. До встречи на нашем канале! субтитры